Филиал номер 7 в Омске сетке публичных библиотек, звычайно, просует за 11 годин. Але 6-го вересня он очинил свои дверы на годину ранней. Справа у тем, что у будинку библиотеки находится участок для голосования по выборах депутатов Палаты представленников Национального сходу Республики Беларусь. За 5 минут до открытия участка все члены комиссии сбираются разом. Сгодно с протоколом, я есть старшиня Алена Давыдовская, демонстрирую пустую урну для голосования и аж шепрос некакий секунд скрынию опечатывать. У таким выгляде она будет находиться до 21-11 вересня. Кали выборы парламентария завершатся и пачнется падли к бюллетеню. На участку прогнозуют, что активность населенства будет значной. Участок уже достаточно серьезный. Жители данного участка – это люди возрастные, они обычно активно принимают участие. Первые выборщики на 24-й участок Гомельской центральной выборчей округи приходят просто 10 хвилин после початка до терминного голосования. Кажут, что с выбором кандидата вызначились загадя по час особистых встреч при проведении агитационной кампании. Основное потребование, как это был адекватный и инициативный человек, який с долей забеспечить головное, мирное житё и годный добробыт. Чтобы не было конфликтов между государствами, не было дружбы всегда было между людьми. Дети учились, наши внуки учились. А для пенсионеров спокойная жизнь и вовремя, чтобы мы получали пенсию. Участок номер 20 Гомельской центральной выборчей округи размещены в будинку 27-й средней школы. Следы участковой комиссии кажут, что первые выборщики пришли сюда просто 2 хвилины после открытия, хотя наибольшую значную активность подчас до терминового голосования. Тут всё-таки прогнозуют перед выходными, коли люди будут избираться на дачные участки. До речи, всё ли это выборы парламентарии проходить по новых правилах. В один тур и без нижнего порога у Явки переможцам станет той, кто отримает большесть голосов. Кинящее справа, что проводить выборы у любым выпадку необходимо на высоком организационном узровне. В 27-й Гомельской школе сделали гармонично сполучить проведение голосования и в учебный процесс. Одинное, что пришлось изменить, унести некоторые коррективы в пропускную систему и притягнуть и нескольких наставников у якости волонтёров. Вахтёр регистрирует тех, кто приходит к администрации школы. А люди, которые идут на избирательный участок, доступ совершенно свободен. Достаточно гражданину, идя мимо вахтёра, сказать, что я на избирательный участок. Вахтёр, наоборот, даже поможет, покажет, что вот есть стрелочка, и вы по стрелочкам поднимаетесь наверх. Кроме того, у нас очень чётко организовано дежурство педагогов на первом этаже, которые тоже могут и престарелому избирателю помочь сюда, подняться, найти избирательный участок и каким-то образом отрегулировать пропускной режим в помощь вахтёру. Алексин Тюров, Ёвген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...